Первые несколько месяцев, а то и лет, ребенок практически неотрывно находится рядом с мамой. Гуляет с ней, играет, с ее помощью познает окружающий мир. Мама для малыша – это самый главный человек, без которого невозможно представить жизнь. И когда приходит время идти в детский сад, у многих детей возникают сложности. Они могут быть более подвижными или, наоборот, заторможенными. Начинают чаще болеть, у них снижается аппетит, сон. Они меньше интересуются окружающим миром, становятся менее самостоятельными и более капризными. Вот эти особенности родителям нужно учитывать при общении с детьми. Ну, например, он не хочет доедать кашу, значит, не нужно на этом настаивать. Чтобы адаптация проходила более успешно, еще до того, как малыш впервые переступит порог детского сада, нужно заранее готовить его к переменам, учить жить по режиму детского сада и прививать навыки самостоятельного обслуживания. Рассказать о том, что он скоро пойдет в дошкольное учреждение, что там есть воспитатели, дети, разные игрушки. Он будет там оставаться на обед, спать. Можно дома поиграть с ребенком в такую игру, как прятки, детский сад, почитать сказку, например, как Мурзик пошел в детский сад. Адаптация к детскому саду проходит постепенно. Ребенка оставляют в саду настолько, сколько он может выдержать, постепенно увеличивая это время. Педагоги вовлекают малышей в игры, постоянно переключая их внимание на какое-то новое и интересное для них дело. Большое внимание в этот период сотрудники саду уделяют и работе с родителями, поскольку для мам и пап адаптация к детскому саду тоже тяжелый период. Часто родители сами настраивают себя и доводят до состояния стресса. Они думают о том, что малыш в детском саду только и плачет. На самом деле он играл в разные игры, был весел, жизнерадостен. Надо всегда разговаривать с воспитателями о том, как прошел у ребенка день и прислушиваться к рекомендациям, которые дают воспитатели. Обычная адаптация длится 2-3 месяца. В это время важно не поддаваться на истерике ребенка и все равно по утрам везти его в сад. Лучше, если это будет делать тот взрослый, с которым малыш легче расстается. Также на это время можно брать с собой любимую игрушку. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!